Дорогие друзья, я приветствую вас, будьте благословенны. Слава Иисусу, что у нас есть эта привилегия, возможность и желание приходить в Думу Божий и славить Бога, общаться с братьями и сестрами. Не упускайте этой возможности, не отделяйте себя от церкви. Прежде чем я буду проповедовать, я хотел бы сказать несколько вещей. Может быть, есть трудные моменты в твоей жизни, и ты спрашиваешь, почему, почему все так, почему у меня, почему, почему. И вот эти почемучки. Вы знаете, Господь сейчас прямо, прямо, используя меня, говорит к вам, это все сделано для того, чтобы вы пришли к Богу. Потому что другого варианта нету. Когда Бог зовет хорошо, человек не хочет идти. Поэтому Бог допускает какие-то трудности и проблемы в нашу жизнь, чтобы благодаря им это был стимул в нашей жизни идти к Богу. Больше некому идти и просто искать Его. Я не уверен, что женщина, страдавшая кровотечением, которая получила исцеление за долю секунды, что она вообще когда-то пришла бы к Иисусу. Я не уверен. Я думаю, что она не пришла бы. А зачем? Кровь не течет, все нормально, деньги есть. Она же истратила все деньги. То есть, бедной не тратила была состоятельной женщиной. Иисус ей не нужен был. Но когда у нее была беда, Иисус ей стал, ой, как нужен. Вот поэтому, дорогие друзья, все направлено на то, чтобы ты сегодня не нуждался в Боге. Чтобы ты, как бы, восполнял свои нужды там, где-то. Но так важно нуждаться сегодня в Боге. Так важно. Потому что, если ты не придешь к Богу, ты потерян. И еще. Интересно, что люди, которые ни разу не встречались с Иисусом, ни разу не встречались с Иисусом, проповедуют о нем и учат других. Вопрос. Зачем? Зачем? Это фейк. Это не оригинал. Это не жизнь. Ну все. Переходим к проповеди. Давайте встретимся с Иисусом. И все поменяется. Можно служить Богу, не зная Бога. Апостол Павел служил Богу. Если бы вы спросили, ты дьяволу служил? Он сказал, ты что? Я служу Богу. А почему ты Иисуса гонишь? А потому что он сектант. Потому что его надо гнать. Он такое делает. Он себя так возомнил и так далее. Когда Иисус ему явился, он спросил, кто ты, Господи? Он говорит, я Иисус. Ах! Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Понимаете, все поменялось в жизни Павла. Вот это он поверить не мог. И я скажу так. Я знаю, что я говорю. Я же перед этим готовлюсь. Как вы думаете? И молюсь. Многие не знают Иисуса. И говорят о Нем. Проповедуют о Нем. И служат. Но я бы посоветовал. Вначале все-таки встретиться с Иисусом. Все было бы по-другому. Он бы служил уже через вас. Итак, тема проповеди будет называться «Первая любовь». Что такое «Первая любовь»? Вторая любовь, третья любовь. Измены. «Первая любовь» – это когда Иисус на первом месте. Все. Точка. Вот даже если бы сейчас я закончил проповедь, это уже высказанная проповедь. Это уже полноценная проповедь. Что такое «Первая любовь»? Это когда Иисус на первом месте. У тебя даже в транспорте, в автобусе наступят на ногу или там что-то, у тебя выскакивает Иисус. У тебя выскакивает там не мат, а Иисус. Что-то где-то опасность. У тебя Иисус. У тебя всегда Иисус. Да ты наполнен Иисусом. Другие говорят, ты что, фанатик что ли? У тебя Иисус, Иисус. Да, я не фанатик, я поклонник. Моя вера в Иисуса. Я не буду сегодня тыкать, я буду якать. Может, так полегче будет. Моя вера в Иисуса должна, должна перерасти в любовь к Иисусу. Иисус сказал Петру в начале служения, следуй за Мною. И он все оставившись, полностью, знаете, полностью, все оставив, бизнес, все, полностью последовал за Иисусом. Если бы вы спросили у Петра, ты любишь Иисуса? Я не уверен, что он бы понимал, о чем идет речь. Не до конца. Он был захвачен Иисусом. Что Иисус был неординарной личностью. На нем было помазание. То есть, все равно тебя тянуло к нему. Но когда прошли три с половиной года, когда он был с Иисусом, когда он был на горе преображения, видел чудеса и участвовал в чудесах, и после этого он предал Иисуса, какие слова были Иисуса к Петру, когда он снова встретился с Петром? Любишь ли ты меня? Вот этот вопрос. Иисуса не интересует падение. Да, падение, они иногда, это плохо, но это так же, как и уроки. Ошибки, которые надо, нельзя допускать больше. И без этого падения Иисус бы не доверил Петру церковь. Петр до Симон должен был рассыпаться. Он должен был разочароваться в себе. Знаете, сколько людей очарованы собою? Они говорят, я смогу, я. Нет, это не психология, поверьте. Здесь, наоборот, ты-то и должен умереть. И Петр, он говорил, я пойду, я сделаю, я на смерть пойду, я жизнь отдам. И потом так же уверенно говорил, кто я, не знаю его. Понимаете, это душа, она плавает, она скачет, эмоции, гормоны, все вместе. Но Иисуса интересовало единственное. И наши ошибки. Есть ли в твоей сердце любовь? Любовь. И любовь, о которой он говорил, вот у нас в русском все любовь. Любое слово, материальное, к материальному любовь. Люблю мороженое, люблю жену, люблю машину, люблю цветы, люблю Бога, все одно люблю. А в греческом у них по-другому. Вот Петр, Иисус спрашивал Петра, вот если так вот перевести. Петр, ты меня гапы. А Петр, отвечая, говорил, Иисус, я тебя филию. Я люблю тебя как личность, я люблю тебя, но не Боже, не вот это, не всецело. Понимаете, Иисус и второй раз спрашивал. Он говорил, что я не удовлетворен ответом. Вы поймите, что если молодые хотят соединить свои жизни и жить вместе, и кто-то из них любит, а кто-то такой, ну ладно, пойдет. И тот, который любит, такой спрашивает, ну скажи, ты хоть любишь меня хоть немножко? И он такой, да, пойдет нормально. В принципе, ты хороший человек. Да нет, любовь должна быть. Все было создано ради любви. Мир был создан. Вселенная, вы спросите, зачем Богу сотворить все? Человека сотворить, мужчину и женщину сотворить. Все ради любви. Ради любви. Другой причины нету. Вы что думаете? Богу от вас ваши деньги нужны? Зачем? Если он не нуждается в пище, не нуждается в воздухе, не нуждается, знаете, в оплате счетов. Вот, многие церкви переживают, и служители переживают, что люди не несут деньги в церковь. Как же мы будем существовать? Как мы дальше? Послушайте, Бог так никогда не стрессует. Никогда не стрессует. Ну не надо, он самосуществующий. Он ни от кого не зависит. Наоборот, все от него зависят. И вот при этой могуществе, при этом всемогуществе, он единственную причину называет. Любовь. Единственная причина. Любовь. Единственная причина, Петр, что ты можешь остаться со мной, это любовь. Но не любовь такая, так себе, любовь полноценная, любовь страстная, полная отдачей, которая захватывает, которая не дает покоя, которая все тормошит в тебе. Вот такую любовь Бог хочет. Почему? Он так сам любит. Он ищет то, что он сам есть. То, что он дает. Он и хочет пожинать то, что он сеет. Он посеял сына. Он хочет пожать нас. А Иисус уж очень хорошо таки показал, как любит Отца. И показал нам пример. Многие верят в Иисуса. Но немногие любят Его. Особенно первой любовью. Нельзя недооценивать любовь к Иисусу и быть равнодушным. Нельзя. Нельзя. Нельзя играть на чувствах Иисуса. Это опасно. Единственная проблема в жизни верующего человека. Вот он, знаете, например, приходит человек и просит, помолись, у меня вот там в жизни что-то не складывается, ничего. Я точно знаю. Я вывел формулу. Если вы не верите. Но у меня так это вывелось. Я вывел формулу. Если вы думаете, невозможно вывести формулу, то я вам скажу, я все-таки вывел ее. Человеку проблема с любовью к Богу. У него нет первой любви к Богу. Все. Первая заповедь нарушена. Первая заповедь под откос. Вы знаете, когда появился закон? В Едемском саду не было закона. Закон Моисея. Десять заповедей. И когда появились? Не в Едемском саду. Бог не говорил Адаму. Там всего лишь было единственная одна заповедь. Не кушай. И все. Все делай, все остальное. Только это не трогай. Закон появился, когда люди стали грешить. Когда на Бога стало им наплевать. Когда они сами у себя были в уме. Сами себе на уме. Вот тогда и появился закон. И первая заповедь. Да, возлюби Бога. Вы никогда не будут никому говорить. Если человек и так это делает. То это заповедь. Это как закон. Это как, знаете, это как прописанный закон. Но если ты этого не делаешь, ты нарушитель. И если ты нарушил первую заповедь, ты приходишь и говоришь. Помолитесь за меня. У меня нету настроения. А мне хочется сказать, что послушай, друг. Тебе нужно вернуться к первой любви. Для Иисуса не так важно, что мы делаем. О, мы так хотим впечатлить Бога. У нас столько энергии. У нас столько сил. Мы весь мир спасем. Весь мир накормим. Оденем. Все сделаем. Для Иисуса не так важно, что мы делаем. Послушайте. Как кто? Как мотив, почему мы это делаем и для кого? Почему мы это делаем и для кого? Вот для Иисуса, что важно. Представьте, однажды Иисус после своего воскресения, когда уже вознесся на небеса, сел одесную Бога. Иоанн видел видение. Видел реальность, происходящую на небе. Иисус явился ему. И то, что Иисус говорил, Иоанн записывал. И вы знаете, Иисус обращался ко многим церквям, к семи церквям. И одной Он сказал, «Я имею против тебя». Оказывается, против церкви может восстать не только дьявол, но и сам Бог, сам Иисус, кто является хозяином церкви, телом церкви, то есть главою церкви. Эфесянам, откровение, Иоанна, вторая глава, четвертый стих. Здесь сказано, «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе, и сдвину светильник твой с места его, и если не покаешься». Представьте, это была Эфесская церковь. Я слышал, что в эту церковь насчитывалось где-то 60 тысяч человек. Представьте себе, в эту церковь ходил Иоанн. Он принадлежал этой церкви. Мария, Мать Иисуса. Представьте, в эту церковь ходили, если так можно сказать, ходили, являлись церковью. К этой церкви было адресовано самим Иисусом. Иисус был недоволен. Он был возмущен. Чем? Они такие классные. Они в дарах действуют. Они могли распознать лужи апостола. Сегодня мир так и не может распознать лужи апостолов. Они обманывают людей, вводят в заблуждение. Уничтожают судьбы людей. И никто ничего не может сделать, потому что думают, что это Божий человек. Эта церковь могла. Она столько делала ради имени. Иисус перечисляет. Ты столько трудился ради имени моего. И не изнемогал. Но имею против тебя. И вот если ты это не исправишь, порвутся с тобой отношения навсегда. Я сдвину твой светильник. Это я уничтожу. Уберу тебя. История говорит, на месте этой церкви сейчас, она где-то была там в Турции, в Стамбуле, где-то там находилась эта эфетская церковь. И сейчас там мусульмане. Сейчас там ислам. Там нету христианства. Представьте, так и произошло, как Иисус сказал. То есть, покайся. Вернись. Развернись. На 180 градусов. Развернись. Иди ко мне снова. Вы представьте, что Иисуса, его не удовлетворяет количество, если ты много сделаешь для него. Послушайте, он не захвачен многим. Он захвачен качеством. Он захвачен первой любовью. И его желание, чтобы ту любовь... Представьте, когда мы пришли к Богу, я вам скажу, что произошло. Произошло такое таинство между вами и Иисусом. Личное. И у вас появились секреты. У вас появилась тайна жизни с Богом. Счастливая. Наполненная радостью. Он изменил вашу жизнь. Вы чувствуете легкость. Вы наполнены. Вы переполнены его любовью. Это еще, может быть, не ваша любовь. И вы так хотите с ним снова и снова и снова и снова встречаться. Вы еще не хотите привести этот мир к покаянию или что-то достичь, что-то сделать, чтобы все слышали о каких-то великих делах. Вы заняты Иисусом. Вы заняты самим Иисусом. У вас другого нету. Вы влюблены и у вас другого в голове нету. И многие люди, они не понимают, о чем идет речь, потому что они никогда не испытывали первой любви. Их ругать нельзя. Не ко всем верующим это относится. Многие верующие вспоминают, когда же была первая любовь-то у меня? Они просто ходят в собрание. Знаете, если ругать этих верующих, говорить, ты оставил первую любовь, как ты мог? Как ты мог изменить? Как ты мог и продолжаешь изменить такой жизнью? Он думает, в чем дело? Что от меня хотят? Что к вам плохого сделал? Кого я обидел? Я прихожу, я всем улыбаюсь. Ты не понял. Иисус о тебе мечтал и мечтает. И Он хочет достичь тебя. Он хочет, чтобы между им и тобой, не толпой, а тобой, образовался мир. Мир ваших секретов, отношений, вашей любви. Он хочет и желает это. И некоторые верующие, они осознают, что они оставили первую любовь. У них страсти к Иисусу нет. Иисус в их мысли не на первом месте. А это очень легко узнать. То, о чем ты больше всего думаешь, это и есть твое первое место. То есть, это важно. Это важно. Но это не Иисус. Далеко не Иисус. Иисус, Он так, знаете, Он уже никуда не денется. Он же всегда на месте. Всегда на месте. Поэтому, что, у меня есть жизнь. Надо жить. У меня есть только дел. У меня есть только ответственности. Поэтому это для меня важно. А Иисус, Он же всегда на месте. Он же никуда не денется. Он правильно? Послушай. Это самое. Вот просто послушай. Это самое большое преступление перед Богом оставить первую любовь, пренебречь первой любовью и изменять Ему. Вы знаете, я вам скажу, иметь материальные вещи, хорошие, качественные, не грех. Иметь деньги и много денег, не грех. Иметь хорошую машину или хороший дом, не грех. Грех – это любить. Это. Той любовью, которую ты должен любить Бога, ты любишь материально. Это грех. Это грех. Мы думаем, о, богатые любят, богатство, любят материальное. А скажу, бедные больше иногда любят. Богатых все есть, что им это надо? Соломон даже у Бога не попросил ни одной копейки, когда тот явился ему в ночи и говорил, Соломон, что ты хочешь? Я дам тебе. Что ты хочешь? Мы все такие, вот бы нам так повезло. Вот бы нам Бог пришел и сказал, я всемогущий Бог. Проси у меня. Я все тебе дам, все, что ты захочешь. Все. Соломон такой, Господь, дай мне мудрости. Я глупый. Я не понимаю, как этим народом управлять большим. Боже. И Богу это так впечатлило. Его это так, так понравилось. Вот такого вида просьба. Представьте, что он говорит, я тебе вместе с мудростью дам и богатство, и долголетие, и все, 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 все. Неплохо иметь богатство. Плохо любить и зависеть от него. И не уметь расстаться или потерять. Это плохо. Я думаю, нам бы в русском, говорят, русский богатый язык. Вот нам бы тоже это слово, любовь, как-то вот разграничить бы. Филологам русского языка, вот подумайте, надо делать. Как бы разграничить, вот любовь к мороженому, она не такое же слово должно быть, как любовь к Богу или к ребенку. Для Бога самое главное, для Бога самое главное, это любовь, это то, что ты его любишь без ума. Он ищет поклонников, он не ищет делателей, он ищет поклонников, во-первых, во-первых, он ищет поклонников, ищет их. Он не хочет их производить, он хочет их найти, уже такими. Молодой юноша, хоть и относился хорошо к Иисусу, который, написано, пришел, пал на колени и говорил, учитель, что мне делать, чтобы иметь жизнь вечную? Такое поверхностное общение, знаете, вопросы-ответы. Он говорит, тебе заповеди надо соблюдать. Тот говорит, я соблюдаю заповеди. Иисус тогда всмотрелся внимательно и что-то необычное увидел в этом человеке. И знаете, что Иисус увидел? Иисус увидел, это мое мнение, извините, это не истина, но это мое мнение. И Иисус увидел замену Иуде-Искариоту. Он увидел его двенадцатым апостолом, то, что тот повесится, Иисус это знал, предаст и повесится. Он приготовил, потому что он ему сказал, следуй за мною, иди все, что имеешь, продай, раздай нищу. Петр же тоже так поступил, он же написан, а он сказал потом, Иисус, а вот мы все оставили, последовали за тобой, что нам будет? То есть Петр, он же так, такой же являлся, это было условие для апостольства. И вот этот молодой юноша, он спохватился, сердце его чуть не остановилось. Иисус, зачем так? Зачем так? Зачем трогать мое богатство? А нельзя по-другому? А Иисус говорит, а в чем у тебя проблемы? Я же твой обеспечитель, я же Бог, я хозяин вселенной, я хозяин мира, я хозяин всех алмазов и всего золота. Все, что на земле, какие у тебя проблемы? Ты что, выбираешь меньшее? Давайте обратимся к Богу всем нашим сердцем. Не из-за страха быть проклятым. Павел просто говорит, он просто говорит, как следствие, кто не любит Господа, тот сам себя отделил от ствола. С таким человеком будет то-то и то-то. Понимаете? Там не сказано, эх ты, мерзавец, как ты мог за Иисуса? Да я тебя и сейчас, да чтоб ты там, я не знал, что-то с тобой. Нет. Нет. Там сказано. С человеком происходит поэтапно. Он перестал Иисуса искать. Он перестал плакать перед Иисусом. Он перестал иметь Иисуса в своем фокусе. Эта церковь ефесская стала строить и возводить храмы. Храмы. Вместо того, чтобы искать Бога, храмы, где изящное искусство было. И они отвлеклись. Отвлеклись. Дьявол тебя отвлекает, но ты это не отвлекайся. Дьявол тебя будет по-разному отвлекать. Тебя, меня, каждого верующего. Каждого верующего. Он будет отвлекать погремушками. Меня Господь однажды показал. Он берет мешок с монетами, рассыпает перед человеком. И человек такой видит. Он уже не на Бога смотрит. Он такой видит монеты. 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 Начинает собирать по одной. И потерял Бога. Бог мне показал это. Бог показал, как Он ворует человека. Внимание! Погремушками. Та-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Смотри, фокус-мопус. И такой, все, ты потерял. Ты как Петр тонущий. Иисус из этого, это тоже пророческий образ. Ты из вида Иисуса упустил? Ты тонешь. Ты тонешь. Ты тонешь. Знаете, рыбаки всегда умели плавать. Это даже, кстати, не объяснило, почему Петр тонул. Рыбаки всегда умели плавать. Всегда. Ты не рыбак, если он не умеет плавать. И он тонет. Рыбак тонет. И говорит, Иисус, спаси меня. Страх сковывает. В твоей жизни никогда не будет страха. Никогда не будет поражений. Даже, даже, когда темный час какой-то придет, или какая-то на тебя навалится туча, атака, или там, я не знаю, что, ты будешь, Библия говорит, и тебе гарантирует. Ты будешь, как дерево, посаженное, у потоков воды, лист которого не вянет во время засухи. Засуха, это страшно, когда дерево сухое стоит. Ты смотришь, дерево, и прям ужасающе. Все листья на нем сухие. Это будут зеленые листья на деревьях. Почему? Потому что в законе воли его, и о законе его он помышляет день и ночь. Первая любовь. Это первая любовь. Да, она взрослеет. Любовь, это не просто эмоции. Я в начале моей жизни христианской, я бегал, прыгал. Слушай, это эмоции, в молодости все бегают, прыгают, потом, когда вырастают, перестают. А ты не говоришь, что ты потерял любовь. Отношения на первом ли он месте. послушай, вот ты занятый человек, я тоже занятый. Тоже занят по жизни. У меня есть свои дела. Но я-то понимаю, я иду на небо, и кроме Иисуса там ничего нету. И если он мне здесь не нужен был, так я что там тогда буду делать? Что я там забыл тогда? Задумайтесь, дорогие братья и сестры верующие. Вам сегодня Иисус не нужен, а там только Иисус. И у тебя два варианта. Либо в ад, либо в рай, к небесам. У тебя нету нирваны, нету, не существует ее. Есть рай и в раю хозяин царства Иисус. И ты пренебрегаешь им, но хочешь быть счастливым. Задумайся, это ты уже в сетях. Ты запутавшись, ты уже не можешь. Ты в сетях. И слово, истина, слово Божие это истина, оно освобождает, даже если ты тот человек. Это не все христиане. Но если ты тот человек, который пренебрег Иисусом, твоя любовь к нему остыла, не потому, что случилось что-то, не потому, что меня обидели в церкви. Нет, 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 невозможно отлучить от Бога, от любви Христа, невозможно отлучить. И если ты перестал, твоя любовь охладела к Иисусу, ты виноват в этом. Только ты ее можешь выключить. Только ты можешь потерять ее. Вернись к ней. Вернись. Вспыхни снова. Иисус ты не перестал любить. Вот в чем радостная новость под конец. А то какие-то ужасы, ужасы. Радостная новость. Бог есть любовь, и Он не перестал любить. Возвращайся к Нему и снова загорайся. Будьте благословенны. давайте сейчас ... с